Сегодня должное внимание уделяется разъяснению сути и значения проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. С этой целью на местах организовываются встречи с участием специалистов различных сфер. Наряду с рассмотрением вопросов, связанных с основным законом страны, изучаются и предложения наших граждан. Участникам встречи в Агентстве по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан подробно рассказали о сути и значении проекта Конституционного закона, вносимых поправках и нововведениях. Сенатор, член Конституционной комиссии, озвучил мнения граждан, высказанные в ходе проводимых на местах обсуждений относительно тех или иных норм Конституции. В Агентстве по развитию садоводства и тепличного хозяйства мы приняли участие во обсуждении сути и значения проекта Конституционного закона. Я очень рад тому, что здесь прозвучало множество вопросов, направленных на дальнейшее развитие аграрной сферы и очевиден интерес наших граждан. Отдельно остановились на вопросах, касающихся аграрной сферы. Речь шла о предложениях, направленных на защиту прав и интересов фермеров и предпринимателей, создания льгот, а также новых возможностей в этом направлении. Акцентировали внимание на том, что высшей целью государства является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время мы являемся участниками и свидетелями очень важного общественно-политического процесса в нашей стране. В основной закону вносятся изменения и дополнения. В ходе нынешней встречи мы ещё раз убедились, что всё делается во благо народа, во имя чести и достоинства человека, в том числе в таких сферах, как судебная, трудовая, аграрная и не только. Прошедший диалог стал ещё одним свидетельством актуальности конституционных реформ и желания граждан быть непосредственными их участниками. Предложения и инициативы молодёжи, касающиеся изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Такова тема конференции, организованной Социал-демократической партией Адалат, направленной на реализацию ширкомасштабных задач, определенных в стратегии развития нового Узбекистана и активизацию участия молодёжи в процессе конституционных реформ. Отмечалось, что у Конституционной комиссии проведена большая работа по совершенствованию основного закона, сбору и анализу поступающих многочисленных предложений. К этому процессу привлечены научно-исследовательские учреждения, специалисты профильных министерств и ведомств, представители экспертного сообщества. Детально изучен конституционный опыт развитых стран. Внедрены действенные механизмы своевременного принятия обобщения мнений и предложений, поступающих от широких слоёв населения. Наиболее весомые из них нашли отражение в проекте Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Отдельно остановились на роли молодёжи во всех сферах государственной и общественной жизни, призвав представителей поколения, на которые априори возлагаются большие надежды, к более активному участию во всех общественно-политических процессах, происходящих в нашей республике. Я думаю, что молодёжь подчеркнула немало полезной для себя информации в ходе данной встречи и поделилась своим видением изменений и дополнений в основной закон страны. С моей стороны было высказано предложение о внесении отдельной статьи, непосредственно касающейся прав и обязанностей молодого поколения.